В Кубке Московской области по футболу в этом году приняли участие 12 любительских команд со всего Подмосковья. В финал турнира вышли два клуба – Домодедовский Пересвет и Легион из Ивантеевки. Решающая встреча прошла в Видном на стадионе «Металлург». Для нас очень лестно принимать, конечно, ответную игру финала Кубка Московской области по большому футболу. Мы, как известно, уже много лет во Дворце спорта развиваем мини-футбольную команду «Видное развитие», которая трижды уже была чемпионом Московской области. И вот сейчас у нас все больше и больше уже большого футбола в городе, что, естественно, приятно и популяризирует данный вид спорта. Матч обслуживается. Главное судье – салата Александра Георгиевна. Первый финальный матч состоялся три недели назад в Ивантеевке и завершился с ничейным счетом. Центральный защитник футбольного клуба «Легион» Игорь Сильченко рассказывает, что предыдущая игра была довольно сложной, но настрой у команды по-настоящему боевой. Я считаю, что шансы, наверное, у двух команд 50 на 50. Но учитывая то, что мы, грубо говоря, на хорошем ходу, мы в чемпионате в субботу обыграли эту команду с крупным счетом 9-1. Я думаю, что на таком кураже можем и сегодня продолжить. Первый тайм прошел без забитых мячей, но во втором футболисты «Пересвета» поразили ворота соперника дважды на 58 и 67 минутах. Итог встречи 2-0. Команда из Домодедова стала обладателем Кубка Московской области. Такие же соревнования проходят в девяти еще межрегиональных объединениях по всей Российской Федерации. С 4 по 14 ноября в городе Астрахань состоится финальный этап Кубков, которые прошли в регионах. Стоит отметить, что областные команды достаточно успешно выступают в финальном этапе Всероссийского Кубка среди любительских команд. Несколько лет назад «Олимп» из Мытищ становился победителем соревнований, а в прошлом году Домодедовский клуб занял второе место.